МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое дешевое жилье выше крыши нарушений при строительстве и судебной иски. Все это так называемые гостинки. Сегодня поговорим о проблемах, которые с ними связаны. И наш гость, заместитель главы администрации Благовещенска по строительству Игорь Белов. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Спасибо, что пришли. Самый простой вопрос. Гостинки строят уже давно, и некоторые жильцы уже успели въехать в эти дома и справить новоселье. А власти и надзорные органы, кажется, что только недавно этим летом обратили на это внимание. По крайней мере, об этом громко заявили. Почему? Почему не раньше? На самом деле, эта проблема уже давнешняя. Еще в 2008 году администрация первый раз подавала иск на незаконное строительство. В этом году эта проблема просто обострилась настолько, что уже необходимо было принимать какие-то специальные меры для того, чтобы исправить ситуацию, чтобы люди не оказались на улице. Сколько сейчас гостинок в Благовещенске? 71. А в какой стадии? Сдача, котлован? В разной степени. В основном один-два этажа. Скажите, а Вы хотели бы сами жить в таком доме или чтобы Ваши дети жили? Нет, я бы не хотел. А что такого плохого в них? Ну, дешевое жилье, вроде бы нормальное, да? То есть, какие претензии к ним? Ну, во-первых, не такое дешевое. А самое главное не в этом. Дело в том, что если Вы посмотрите на уже построенные, даже готовые гостинки, то сразу станет видно, что те, которые более-менее похожи на нормальное жилое здание, их единицы. А в основном это здания, которые строились с жуткими нарушениями правил безопасности, пожарных норм, санитарных норм, да и выглядят так, чтобы к ним подходить в некоторых случаях страшно. А скажите, а как такое вообще стало возможно? Разрешение же выдавала мэрия, да? То есть, наверное, как-то согласовываться должно быть с генпланом города. Неужели вот эти гостинки, которые возникли в огромном количестве, вписываются в генплан города? Кто выдавал такие разрешения? Эта ситуация спровоцировала, ну, я бы, наверное, сказал, пробел в законодательстве, когда так называемая дачная амнистия, которая давала возможность людям встроить индивидуальный жилой дом, была использована для того, чтобы строить на самом деле многоквартирные дома. Под индивидуальный жилой дом не нужно было оформлять ряд документов, и технология прохождения документации довольно упрощенная. Поэтому этим и воспользовались застройщики. Когда получаешь разрешение, да, на строительство индивидуального дома, неужели не нужно предоставлять проект? Вот такой дом я хочу построить, вот дайте мне разрешение. Были такие проекты? Предоставляли на согласовании? Были, предоставляли. То есть, ничего не смутило? Дело в том, что предоставлялась одна документация, на самом деле, по факту, строился многоквартирный жилой дом. Игорь Анатольевич, вот тут мэрия указала на то, что сейчас нужно провести большую работу с застройщиками, да, и каким-то образом изыскать такую возможность и соблюсти все необходимые условия. То есть, подвести к домам канализацию нормально, воду, тепло и так далее. Скажите, пожалуйста, в принципе, это можно сделать в этих домах? Для того, чтобы по каждому застройщику найти конкретное решение, администрация и учредила комиссию, которую как раз мы предлагали и много раз просили застройщиков обращаться, для того, чтобы все документы, которые по каждому объекту есть, сдать и проанализировать. Как раз с целью найти компромиссное решение, которое, с одной стороны, позволит сохранить жилье для людей, которые уже купили или планировали купить себе квартиры в этих домах, а с другой стороны, узаконить все-таки, найти путь решения. Комиссия, как раз, индивидуально и рассматривает каждое здание на предмет, в том числе, технических условий, пожарной безопасности, санитарных условий, количество, возможно ли, детские площадки, и выдает рекомендации. Заявил уже наш сети-менеджер, что такие дома нужны нам, как решение жилищной проблемы, но только дома нормальные, да? И вроде бы витает мысль такая, что отвезти под такое вот малоэтажное строительство какой-то отдельный район города, что это где-то должно делаться. Уже это как-то можно конкретизировать вот это или нет? Да, конечно. Где это может быть построено? Здесь одна из проблем такой индивидуальной частной застройки – это то, что в каждом конкретном случае застройщик за счет собственных средств своими усилиями решает вопросы земельного отвода, подключения, как Вы правильно сказали, к инженерным сетям, организации площадок, подъездных путей. Если решать этот вопрос комплексным способом, то есть отвезти какую-то более значительную территорию и расположить там, допустим, не два-три жилых дома малоэтажных, многоквартирных, многоэтажных, а именно какую-то группу застройки, то и для застройщика это выгодно. Во-первых, это решаются вопросы с проездами, с территориями, с сетями, и землей в том числе, кстати. И в то же время это и гарантия для будущего гражданина, кто там будет проживать, в том, что все вопросы будут решены законом, правильным путем. Ну вот раскроете секрет, как получают такие разрешения на строительство? Вот каким образом можно получить разрешение на строительство в центре Благовещенска, на строительство индивидуального жилого дома и потом построить вот такой вот какой-то объект? Кто эти люди? Застройщик самым обыкновенным образом просто выкупает уже оформленный земельный участок или несколько земельных участков. И под индивидуальный жилой дом, получая разрешение на строительство, имеет право строить то, что считает там нужным. Скажите, а эти дома регистрируются? В настоящий момент нет. До этого были зарегистрированы? Часть из них зарегистрирована. И люди уже получили право собственности, да? Что делать в этом случае? Если, допустим, будут какие-то судебные иски, люди могут потерять право собственности на построенное жилье? Здесь только один критерий и одна инстанция, которая может принять окончательное решение. Это суд. Поэтому судебные решения и иски в суд, которые мы направляем, это единственный путь в данном случае решения вопросов. Понятно. Но все-таки вернусь вот к этому вопросу и спрошу вас о том, что почему раньше, почему в процессе строительства у контролирующих органов, у чиновников, которые выдают разрешение, не возникало никаких вопросов к этим домам? Ну, явно видно, что это совсем не индивидуальное жилье, да? Это большой там трехэтажный дом, что строится с нарушением. Почему вот не было реакции никакой в процессе? Ну, совсем не явно видно. Допустим, на этапе начала строительства совершенно не... Ну, когда два этажа уже понятно, да? Или один большой какой-то. Да, да. Администрация выдает разрешение на строительство индивидуального жилого дома, но не контролирует сам процесс строительства. Он полностью лежит на контроле и на совести в том числе того застройщика, который ведет это строительство. То есть никто не обязан контролировать процесс строительства. Правильно я вас поняла по закону? Кроме самого застройщика. То есть он обязан добросовестно исполнять то, что он представил. Вот такой план. Игорь Анатольевич, скажите, пожалуйста, что сейчас вот на ваш взгляд нужно сделать, чтобы проблема решилась как можно более быстрым, нормальным способом и не повторялась вот эти ошибки, не повторялись снова? Чтобы еще не были построены там 50 домов с нарушениями? Самое важное в настоящий момент это то, чтобы застройщики, которые попали вот в эту сложную ситуацию, они максимально полно и быстро по возможности предоставили в администрацию все существующие документы на те здания, которые они строят. И вместе, совместно со специалистами администрации проработали всю существующую проблему, которая возникает по каждой площадке. И мы максимальное усилие приложим для того, чтобы найти тот самый путь, который поможет выйти из этого топика и привести здание в нормальное состояние и дать возможность людям жить там. Ну вот спрошу тогда вас, так сказать, напоследок задам вопрос, который задают и наши зрители по телефону. Наверное, это бизнес депутатского корпуса, чиновников мэрии, что эта проблема так не решается долго и так все с проволочками тянется. Так это на самом деле или нет? Не очень понятен вопрос в этом ракурсе. Сейчас я точно понимаю, что это большая проблема для людей, которые вложили деньги, я имею ввиду те, которые хотели жить в этих квартирах, для которых, может быть, это единственная возможность выйти из каких-то семейных проблем и ситуаций. Это проблема для застройщиков порядочных, которые действительно хотели построить жилье для людей, ну и, соответственно, что-то заработать. Это все-таки тоже бизнес. Это проблема для администрации, потому что это прямое нарушение закона, и с этим надо обязательно что-то делать и довести до конца дела. Понятно. То есть ни чиновники, ни депутаты не лоббируют никаким образом постройку вот этих домов в обход вот всех существующих норм и правил. Наоборот, стараются... На мой взгляд, здесь нет обхода. Здесь просто есть законный путь, который надо просто ровно и четко выполнять. Спасибо большое. Мы сегодня говорили о гостинках, которые в большом количестве построены и строятся в Благовещенске. И наш гость сегодня заместитель главы администрации города по строительству Игорь Белов. Это были простые вопросы. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин